В Татарстане разгорелись дискуссии об отмене обязательного преподавания татарского языка в школах. Страсти подогрело заявление президента России Владимира Путина о конституционных нормах добровольного изучения местных языков. Его понимают по-разному. Дело в том, что в конституциях национальных республик, входящих в состав федерации, местные языки являются государственными и изучение их в школах обязательно. Несмотря на поручение Владимира Владимировича Генпрокуратуре проверить школы на предмет добровольности преподавания национальных языков в Российской Федерации, в республике Татарстан всячески игнорируют поручения президента и делают вид, что в республике Татарстан эти поручения не относятся. В руках активного участника протестных акций по языковой тематике с 2009 года в Татарстане и России письма от русскоязычных родителей президенту Путину. Их также дополняют обращение в прокуратуру, образовательные квоты, учебные планы и расчесовки по часам преподавания татарского языка в школах Казани. Нет сомнений, что мы двигаемся в принципе к украинскому или к балтийскому сценарию. Судя по документам Бориса Легаева, татарского языка в республике преподается в среднем 3-4 урока в неделю, максимум до 6. И в старших классах количество часов уменьшается. Но общественник утверждает, что уже сейчас в Казани дети могли бы учиться по пятидневке, ведь 25 часов по нормативу легко вмещаются в пятидневное расписание. Кроме того, по его мнению, из-за дополнительных часов татарского языка страдают другие предметы. В частности, комитет русскоязычных родителей предлагает снизить количество татарского языка до двух часов в неделю и сделать его добровольным. Дети учат этот татарский язык каждый день. Время, которое отведено на выполнение домашних заданий, с лихвой перекрывает время, отведенное на выполнение домашних заданий по всем другим предметам. И дети, в общем-то, не понимают, зачем они должны подвергаться такому прессингу при такой нулевой эффективности. Дети просто в ужасном стрессе. Они понимают, что это некий тест на лояльность. Это не задача научить на татарском языке, а задача подчинить. Табрис Ярулин, в свою очередь, помогал собирать подписи татароязычным родителям. Он считает, что языковой вопрос излишне политизируется. Если мы говорим, что татарский – это государственный язык, то он преподается так же, как и другие языки, которые у нас в обязательной программе есть. Пусть специалисты решают, какая будет методика. Знаете, это чистой воды популизм, когда мы говорим, вот методика должна усовершенствоваться. Ни по одному предмету методики нормальной нет. Понимаете? И говорить только о татарском языке – это уж какой-то бытовущий язык, честное слово. Вообще мы не разделяем слово «обязательно» и «необязательно». В принципе, в школе все есть факультативное и обязательное. Татарский язык остается обязательным школьным предметом республики, заявил в рамках своего традиционного послания местному парламенту президент республики Рустан Миниханов. По его словам, Минобразование займется повышением качества преподавания как русского, так и татарского языков. Особое внимание требуют вопросы языковой политики. При сохранении приоритетов в изучении государственных и родных языков, Министерству образования и науки республики надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знания и владения русским языком. Этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в республике года Льва Николаевича Толстого. Министр образования сразу после послания президента 21 сентября отказался сходу отвечать на острый вопрос. По поводу его татарского языка, в школу не надо, как это не надо. Но некоторые государственные и даже духовные лица все же поделили своим мнением. Два-три языка это хорошее дело знать, а желательно и больше. Я знаю пять языков. Какие законы есть, они должны выполняться на территории. Их же те же депутаты принимали, так и это. Это очень важно, чтобы была цепочка и единая команда работала над образованием наших детей. И президент сказал о важности изучения государственных языков. И все сидящие в зале, безусловно, это разделяют. Разделяет мнение, что нужно начинать обучать татарскому еще до школы. И именно тогда дети не только хорошо говорят и пишут на татарском языке, но и думают на нем. Также и мать троих детей Айсулу Авзалова. С младшим ей пришлось выйти на работу, когда ему было два года. И она отдала его в русскоязычный детский садик. Сейчас ребенок на родном языке не думает. В Чувашии, например, там только начальный класс. Они на родном языке обучаются только в начальной школе. Средняя школа уже на русском языке. У Марицев то же самое. В Дагестане, если не ошибаюсь, у них там только дошкольные учреждения на родных языках. Ну, это же получается, у нас система национального образования просто рушится. Везде у нас русские школы. Дети, например, там, Чуваши, Марицы, Татары, да, они, если не смогут думать на своем родном языке, то, получается, своим детям уже не смогут передать язык. И в третьем поколении уже их ждет ассимиляция. Она также считает, что статус второго государственного является стимулом для развития татарского языка. Всего лишь 15-20% татар живут в Татарстане, и даже они не полностью владеют родным языком. Татары же, проживающие в других регионах России, в значительной степени поддались ассимиляции. Многие не знают ни слова по-татарски. По мнению экспертов, языковой вопрос всегда актуален и остр. Он таковым был вчера и будет завтра. Но чтобы не сгущать краски и не скатиться к взаимным обвинениям, надо внимательно изучить имеющийся опыт и деликатно учесть интересы всех групп населения. Как это делается за рубежом? Как это делается в других республиках предполагаемых? Я знаю, что этот вопрос... От него нельзя отмахнуться. К нему относиться нужно очень серьезно и очень вдумчиво. Татарстан не пойдет путем Башкирии. И вообще не считаю, что будет правильно сравнивать две нации. Их позиции – это их видение. Считаю, что татарский язык слышен везде – и в странах Азии, и в Турции, и на Западе. Сейчас много делается разными институтами и инстанциями, чтобы родной язык был равен русскому, не только в документах. Государственный язык не на том уровне, как бы нам, татарам, хотелось. Поэтому нужна дополнительная мотивация для изучающих его. И думаю, в будущем у тех, кто владеет татарским, будут для всей жизни дополнительные плоды. И тогда таких дискуссий вообще не было бы. Стоит сказать, что в Уфе в сентябре прошли митинги в поддержку башкирского языка. Выступавшие требовали от власти обязательное изучение родного как государственного и восстановить школьные часы. Особое возмущение собравшейся, среди которых было много учителей башкирского языка, вызвали прокурорские проверки в школах республики на добровольность его изучения. Выступавшие педагоги утверждали, что в результате такой практики в школах началось массовое сокращение учителей. После этого глава башкирия Рустем Хамитов заявил, что более 75% учащихся школ Башкортостана добровольно выбрали изучение башкирского в качестве государственного языка республики. Пока одни боятся развала России, приводя в пример русскоязычную часть Украины, а другие борются за право малого народа говорить и изучать родной язык и культуру, третий использует языковой вопрос, чтобы разделить общество федеральной страны таким образом на своих и чужих. Однако родители у казанских школ большой остроты в данном вопросе сейчас не ощущают и кардинальных перемен не хотят. Они лишь выступают за улучшение качества обучения в целом. Я считаю, что если изучать татарский язык, то с младших классов. Потому что если в старших классах начинать, как у нас, например, в школе, в 11 классе, вели, толпа от этого никакого не будет. Ну, я думаю, что все-таки все должны знать, кто в татаре живет. Я вот не изучала, а мне как бы не хватает, можно сказать, сейчас этого. Я русский человек, я русской национальности. Я знаю татарский язык. И я не против, чтобы люди изначально получали лишние знания. Татарские языки должны быть, в уроке должны быть татарские. И не только татарин. И кто хочет, вот русский есть, пусть, пожалуйста, учатся тоже татарским языком. Ну, думаю, что нужно. Если мы живем в республике, и дети должны даже с детства знать, в том числе, и татарский язык. Нормально, грамотно, чтобы знали. Я думаю, не помешает. Чем больше языков, тем лучше. Короче, ну, а может быть, факультативом и греческий язык вести? Ну, греческих, греков не так уж много, чтобы этот. Ну, а так как республика татарская, я думаю, татарская не помешает. Стоит добавить, что Общество русской культуры Татарстана совместно с Комитетом по защите прав русскоязычных родителей сейчас просят организовать общее родительское собрание республики Татарстан. Со своей стороны, татарские общественные объединения также выступают за диалог. И даже обратились к русскоязычным родителям с призывом излишне не политизировать ситуацию. Физика отбирает часы у геометра. Не знаю, физкультура отбирает часы у ритмики. Ну, что это? Это просто манипуляция вот этими какими-то фактами, какими-то фразами. Мне кажется, уже надо перестать это делать и просто доверить это дело специалистам, экспертам. Примирить сторонников и противников обязательного изучения татарского языка наравне с русским решено в ходе дебатов, дату которых пока не назначили. Но отрадно, что обе стороны готовы к цивилизованному диалогу, не по простому языковому вопросу. Ильдар Аюпов, Эдгар Шаги Ахметов, канал Алиф Татарстан.